ангелина это моя первая дочь она из двойни она у нас живет за двоих до за себя и за сестру и она мой стимул она не мости она наш стимул нашей семьи мы понимаем что что необходимо ей и поэтому двигаемся дальше естественно зная какие трудности есть у нас я понимала что такие трудности есть и у других людей и поэтому я понимала необходимость сплотиться при рождении ангелине мичуриной поставили диагноз дцп пятилетняя малышка сегодня стоит с трудом и не может самостоятельно передвигаться таким детям необходима реабилитация в том числе и на море чтобы иметь возможность вывозить хабаровских детей инвалидов на побережье анна мичурина создала некоммерческую организацию песок был теплый приятный это снижение спастики кто в воде мог купаться там больше мышцы так сказать они не то что были в напряжении но мы их разрабатывали поездка стала возможной благодаря муниципальному гранту который этой весной выиграла некоммерческая организация крылья надежды ежегодно городским управлением социальной работы с населением на помощь семьям с детьми в рамка грантовой поддержки выделяется порядка двух миллионов рублей максимальная сумма ограничена у нас пятистами тысячами рублей а дальше зависимости уже конечно идет от количества заявок которая поступила в текущем году то есть чем больше заявок конечно тем меньше средств делается на каждую из них за две смены на море отдохнули и укрепили свое здоровье 26 детей инвалидов сопровождение семей инклюзивная смена на базе отдыха шипалова сплотила и детей и родителей спасибо огромное руководителям потому что ну конечно получить такой грант и вывести нас мы познакомились с другими семьями пообщались вот сейчас мы приехали просто дружной семьей оттуда потому что мы друг другу помогали во всем где-то коляски где-то дети где-то еще что-то то есть вообще здорово эмоции детей это самое непередаваемое самое большое что у нас есть и напоследок последний вот напоследок мы бросили монетки чтобы вернуться еще раз на море одним очень сложно было мы тоже не были никогда на море до этого наши наши дети не были на море если мы ездили когда ты еще с мужем то с детьми нет и мы понимали что это трудности потому что трудности в передвижении трудности в удобствах они должны быть для таких детей для всех должны быть таких детей особенно они требуют повышенного к себе внимание и естественно здесь даже куда-то выйти это зеваки это люди которые оборачиваются а есть люди которые еще что-то могут сказать вслед вот и это трудности и поэтому я понимала что одним один на один это тяжело а если нас много мы вместе то нам это легче будет переживать проходить эти пути мы обмениваемся опытом если мы куда-то ездим мы всегда делимся друг с другом и мы допустим знаем что вот у нас даже к примеру первая смена она поехала на море и вот они нам позвонили говорят вот все хорошо но не хватает удлинителя и мы уже знаем то есть вот это опыт понимаете это не опыт это общение это сплоченность и естественно нам сейчас легче мы вместе у нас есть группы мы видим что это действует мы видим что наши дети знают уже друг друга наши дети уже начинают дружить друг с другом и даже если не видят там полгода они все равно запоминают они спрашивают там когда в гости приедем когда мы пообщаемся мы стараемся сейчас как можно больше проводить каких-то совместных мероприятий но вместе но на самом деле у нас давно возникал вопрос о том что нам необходимо организоваться раньше мы были как инициативная группа родителей там допустим с августа прошлого года мы начали ну какие-то делать до ну движения в сторону улучшения жизни качества жизни наших детей и на тот момент нас было там ну пять родителей примерно и мы понимали что это востребовано к нам начали подходить обращаться другие родители подключаться к нам у нас образовалась уже инициативная группа большая так скажем на данный момент она порядком ста человек уже есть в основном это город и мы понимали что все-таки необходимость есть в именно юридическом статусе этого организации так появилась наша некоммерческая организация автономная некоммерческая организация крылья надежды сама подготовка к проекту к написанию проекта она была очень сложной мы буквально на месяц а то и больше мы вот просто не выходили из-за стола мы писали постоянно что-то исправляли дополняли мы пытались сделать это наиболее грамотно и мы очень сильно волновались что получится у нас это или нет но мы шли к целям и знали что нам нужно мы знали что нашим детям в первую очередь и нашим родителям необходимо эта поездка и поэтому ну это нас как бы держало так сказать и мы попадали эту заявку все-таки сделали и подали когда мы конечно же уже написали это в группу что грант выигран что мы едем на море это сто процентов конечно эмоции родители не передать просто не передать словами это ну очень радостно было у нас выехала 67 человек в две смены уложились и 67 человек была достаточно большая проблема в принципе в найти базу даже которая согласилась бы нас принять я хочу вам сказать что мы обращались во многие базы я сама лично обращалась на базы писала письма я звонила и если какие-то базы просто ну говорили что нет мест феврале месяце то другие базы прямым текстом говорили что мы не примем такое количество детей с инвалидностью тем более картинку вот единственная база которая нас приняла это оздоровительный центр детский центр шипалова у них большая база они сказали что у них есть уже опыт они сразу же согласились а то есть вообще вопросов не стояло они всякие уснув всячески подготавливали нам условия для того чтобы мы приехали максимально комфортно смена был две смены было как я уже ранее говорила первая смена выехала у нас в середине июля в 19 июля они прибыли на базу смены были по семь дней часто родители остаются со своей бедой на один на один я вам больше скажу что когда начиналась в принципе наша деятельность вот инициативной группы мы начинали с одним с одними людьми и постепенно вот на данный момент у нас есть родители которые не дошли с нами до этого момента они просто морально выгорели вот дети есть дети которые тяжелые и к сожалению родители не справляются со своим психоэмоциональным состоянием и отходят просто закрываются в доме и все и не выходят даже на праздники не посещают и хотя ну вот такое вот восприятие поэтому конечно такая поездка она нужна была она необходима была в первую очередь я же говорил как для детей так и для родителей родители там мы сплотились а у нас получился невероятный просто коллектив который сейчас не отпускаем вообще не расходимся на данный момент вот мы постоянно на связи и все хотят встречаться все хотят общаться друг с другом то есть у нас такая вот мощная команда сейчас получилась и видя то как у нас как у нас это получилось другие родители тоже хотят к нам присоединяться и вот это я считаю победа то есть видно что есть в этом необходимость есть в этом перспектива и это однозначно будет сказываться и на состоянии детей когда здоровые родители здоровые и их дети нам запомнилось конечно море особенное потому что там такое оно зелененькое песочек песочек приятных такой да и в коллективе еще нам запомнилось потому что ну когда мы если бы одни приехали нам бы было тяжеловато во-первых распланировать свой день тоже так же а когда активно мы выходим уже есть с кем поиграть есть на кого посмотреть все равно в компании очень хорошо очень весело в альбомы вчера играли с дианой хоть на дискотеку ходили диана диана была отличным болельщиком она даже практически ловила мяч головой организаторы супер с любовью к нам относятся заботой то что нам не хватает это очень важно спасибо большое большое спасибо огромное спасибо что дали такую возможность приехать на море что дети отдохнули родители отдохнули огромное спасибо хуя вообще эмоции это было через край потому что она у нас очень спокойно вообще вопрос ну нет не искусственно просто лишь она как бы разговаривает вот это было постоянно постоянно вот эти даже в последние дни мне кажется это уже было перебор потому что ночью мы тоже эмоционировали очень понравилось и на море что-то она лежала загорала и это уже всюду вот она выражает конечно вы там чистый песок тёплый песок она на песке лежала она на песке копала она смоя в это прыгала пусть она немножко прохладное было но это тоже нужно для нашего иммунитета то есть это просто и а самое главное позитив все запланированные мероприятия которые планировались они все были осуществлены и если мы говорим о достижениях каких мы получили на море да они есть безусловно у нас есть девочка которая эмоционально начала выражать свои эмоции даже очень бурно даже мама сама не ожидала то есть ребенок до этого очень был скромно очень за такую застенчивый то сейчас она прям вот девочка выражает эмоции что-то начинает даже говорить вот и я на примере своего ребенка могу сказать у нас очень большой прорыв у нас ребенок стал вставать после моря вот мы приехали с моря и в этот же вечер она нам у нас встала она показала то что она вот научилась делать для нас это невероятное достижение это просто непередаваем меня волны обмочили я была все мокрые песок там был теплый и мы сидеть и баловались песком красные конкурсы большое море ну и теплое вдобавок и солнце загорали купались да пела там гуляла я еще когда гуляла там песню летают тучи пела чтобы тучи улетали а там были тучи да и дождь очень понравилось все хорошо море было теплое купались почти каждый день солнце было тоже очень много загорали были было очень хорошо был сладкий стол последний день подготовлены ежедневно у нас были занятия как творческие так и развлекательные творческие занятия нам помогли подготовить наши руководители в первой смене это были руководители с центра диалог центр работы с населением диалог во второй смене также у нас присутствовала я была руководителем и еще один руководитель нас была девочка тоже с центра диалог мы разработали совместно уроки которые нам необходимы мастер-классы закупили все материалы благодаря спонсорам и мы делали открытки мы делали рамки для фотографий мы делали картины из песка и мы делали светильник очень красивые светильники нас получились не менее чем рамки и картины эти все изделия которые мы сделали они пойдут у нас на выставку а выставка ярмарка благотворительный концерт который будет посвящен приурочен к дню дцп празднование которого намечено на октябрь месяц а